Что изменится в жизни россиян? Какие законы вступают в силу с 1 июля 2022 года? Право должников на сохранение прожиточного минимума. Согласно этому закону, должники смогут напрямую подать заявление в кредитную организацию, чтобы им сохранили прожиточный минимум от списания. Таким образом, доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Россиянин сможет защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства с февраля 2022 года. Для этого необходимо обратиться к судебному приставу. Защита пенсионных накоплений. Россияне смогут защитить свои пенсионные накопления. Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, то гражданам вернут инвестиционный доход, который был изъят при досрочном переходе. Обязательное медицинское страхование. Теперь россияне смогут обратиться за медицинской помощью даже в тех случаях, При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. Сокращение срока оформления паспорта. С 1 июля текущего года изменится срок оформления паспорта. Теперь с момента приема документов от гражданина органам МВД или МФЦ срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней. Упрощение регистрации по месту жительства. С 1 июля граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. С 3 июля вступит в силу закон, который обяжет кредитной организации указывать полную стоимость потребительского кредита или займа. Так, в процентах годовых должна будет указываться стоимость с точностью до третьего знака после запятой. Помимо этого, при составлении договора по вкладам банки будут указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Кроме того, с 1 июля вступит в силу ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в этой области. Также изменения коснутся экскурсоводов и гидов. Теперь с июля 2022 года экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах смогут быть только граждане России, которые пройдут аттестацию. За нарушение требований им будет грозить административная ответственность. При этом требования о гражданстве Российской Федерации не распространяются на инструкторов-проводников. То, что касается сельскохозяйственного налога, то здесь прошли достаточно серьезные послабления для того, чтобы высвобождаемые денежные средства наши фермерские хозяйства, фермера могли перенаправить именно на увеличение заработных плат своих сотрудников, на приобретение новой техники для того, чтобы укрепить, в том числе, не только материальную базу, но и продовольственную безопасность нашего региона. Это первоочередные вопросы, которые предлагает на сегодняшний день рассмотрение законодательного собрания. Эти законопроекты предложил губернатор Алексей Леонидович ТЭКС. То, что касается телекоммуникационных сетей, то же самое. Были сняты налоги для них. Это налог на имущество, это налог на прибыль для того, чтобы телекоммуникационные сети смогли в период санкционного давления обеспечить в полном объеме работу сотовой связи на территории нашего региона. Но и также мы дали поручение министру информационных технологий для того, чтобы подготовили дорожную карту развития сотовой связи на территории нашего региона. У нас, к сожалению, есть еще населенные пункты, где не везде есть сотовая связь. И это, конечно же, недопустимо. Мы должны контролировать работу этих сотовых операторов, чтобы они свои инвестиции вкладывали в развитие сотовой связи. Но это касается непосредственно направления федеральной трассы, чтобы везде было покрытие сотовой связи. То же самое касается региональных и муниципальных дорог. Потому что сотовая связь без нее на сегодняшний день никуда. Поэтому были приняты такие меры поддержки для операторов сотовой связи. И я уверен, что в освобождаемые средства будут вкладываться, опять же, для благополучия жителей Челябинской области. Рабочая мониторинговая группа избирательной комиссии Челябинской области встретилась с главой Верхнеуральского района Сергеем Айбулатовым. На встрече был проведен анализ выборов 2021 года. Виталий Шиков прокомментировал готовность территориальной и участковых комиссий к избирательным кампаниям текущего года. 29 июня председатель собрания депутатов муниципалитета Виталий Фомин провел встречу с активом депутатского корпуса в Керсинском поселении, где обсудили текущие вопросы территории. А 30 июня районные депутаты Виталий Фомин и Евгений Фомин провели прием граждан в Красненском. Об этом мы расскажем в ближайших сюжетах ВТВ.